Здравствуйте, Раки! Это будет прогноз на апрель месяц для вас. Мои карты показали так, не претендую на истину в последней инстанции, естественно. Но те, кому нравятся мои прогнозы, вот так мне показали по порядку. Значит, у нас четыре позиции, если кто-то сам карты читает и не хочет слушать, например, то здесь работа, луна с десяткой пентаклей, работа бизнеса имеется в виду, финансы, туз жезлов с троечкой пентаклей, дом, семья, отношения с родственниками, какие-то домашние дела, семейные разные вещи, суд и отшельник, здоровье, восьмерочка пентаклей, совет карт сила, не рекомендуют восьмерку жезлов и также чего стоит остерегаться, и оракульная карта, красная лилия, думайте о возвышенном, и для тех, кто не хочет слушать, я просто сразу прочитаю, сфокусируйте внимание на окружающих вас многочисленных благах, это позволит вам избавиться от депрессии, лишнего веса и повысить самооценку, которая вам, дорогие раки, очень будет нужна. И действительно, карта силы вам как раз советует и любить себя, и ценить себя, и понимать ценность свою в этом мире. Ну что ж, начнем с работы. Луна и десятка пентаклей. Я хочу сказать, что для людей, конечно же, Луна, потому что сферу символизирует какую? Естественно, людей, имеющих отношение к эзотерике, разного направления людей, и астрологов, и торологов, и целителей, психологов, психотерапевтов, людей, работающих с подсознанием, людей творческих, музыкантов, артистов, певцов, художников, люди, которые имеют отношение к морю, естественно, раз Луна у нас тут еще и вода, и море, людей шоу-бизнеса, то есть всех людей, кто имеет отношение к творчеству, к подсознанию, к каким-то вот таким вот моментам, которые глазом прям не видны, они в душе где-то, они где-то в глубинах. Месяц может быть очень благоприятным и плодотворным. Судя по десятке пентаклей, кто-то из людей творческих может заканчивать, завершать какую-то работу, и очень благополучно ее завершить, и, кстати, хорошие денежки за это получить. Потому что десятка пентаклей, это вот уже, понимаете, когда у нас вот рукопись была там, да, части, главы где-то, что, а потом мы вот это собираем, собираемся, и у нас уже вот книга от начала и до конца законченная. Или музыкальная рукопись, да, то есть партитуры. Тут были части, тут у меня еще не надо было что-то доработать. И вот этот человек дорабатывает, заканчивает, чтобы это было единым таким произведением, полноценным и завершенным. Ещё, судя, это уже вот как бы все карты я когда глянула, создаётся впечатление, что из-за какого-то внутреннего, может быть, эмоционально как подавленного состояния у некоторых раков, конечно, не у всех, может так статься, что человек, имея, ну, вроде бы как, хорошую работу, занимает хорошую должность, очень хорошо ему платят, уважаемый, всё нормально на работе, но вот это ощущение, как бы, как сказать, привязанности к этой работе, зависимости от этой работы, ну, в плане она же кормит и его, и семью, и как бы всё вроде бы с одной стороны это приятно, а с другой стороны как будто вот, ну, чувствуя себя не в своей тарелке, вы себя в этом месяце не накручиваете, возьмите себя в руки, избавляйтесь от вот этих разных негативных и тревожных мыслей не по существу, потому что они могут быть действительно не по существу, просто вас вот как настроение такое, что-то вам кажется, что-то вас типа мучает, какие-то вот такие волнения, муть такая немножко может подняться эмоционально, так что контролируйте свои вот эти вот порывы, нехорошие особенно, но с этими картами я бы всё равно, тем более в качестве предостережения восьмёрка жезлов, остерегайтесь в работе и бизнесе людей, которые кручу-верчу, заботать хочу, да, вот такое вот устраивают вам, чтобы они не нарушили ваше, ну, прочное положение, не внесли какую-то смуту и раздрай, раздрай, то есть дайте себе время всё проанализировать, обдумать, то есть если вам типа давай быстрее, надо срочно, не надо срочно, суету, панику, надо срочно что-то делать, надо ликвидировать в этом месяце вам, спокойно сели, подумали, я подумаю над вашим предложением, там я решу, я обдумаю, тогда я вам дам ответ. Вот то, что легло на работу и на дом, семью, иногда бывает взаимосвязано. Здесь десяточка пентаклей. Иногда эта карта показывает семейный бизнес, когда, допустим, как, неважно, не обязательно прям семья, это могут быть и члены семьи, близкие, и какие-то близкие проверенные уже годами друзья, то есть люди в единой упряжке, связке. Может быть, какое-то, знаете, переживание, волнение, сомнение, связанное с этим бизнесом, из-за чего? Вот здесь у нас такая штука легла. Не хочу никого расстраивать, но жизнь есть жизнь, и суд с отшельником могут говорить о том, что если человек в возрасте или там болел, или вот, ну, всякое бывает. В общем, выпадение одного из членов этой вот группы, оно может внести такую временную, как неразбериху, заставить переживать, а как же теперь мы будем тут, ну, то есть надо что-то придумывать, организовывать. Вот по финансам, кстати, это вроде бы и не ударит, но переживание чисто эмоционального характера и какая-то паника, типа, что делать, вот это может быть. Не обязательно, что человек уйдет из жизни, это уж я совсем думаю, раком такое вообще говорить нельзя, вы люди такие переживательные, волнуетесь за всех и вся, и за близких. Может быть, просто человек, например, переезжает, выходит, как бы отдаляется условно по разным причинам, и всё равно это, ну, может внести какую-то смуту. Главное, не додумывать ничего лишнего, да, главное взять себя в руки и грамотно организовать, ну, сделать какие-то, сделать какую-то рокировку, подумать, как лучше, кем заместить этого человека, как обязанности его распределить. То есть терпение, контроль и владение собой, всё. Любая паника, всё, это плохо, это сразу, ну, как бы, хуже всё сделаете. А так вы сможете всё это реорганизовать. Финансы. Туз Жезлов с троечкой Пентакли. Какие великолепные карты. Туз Жезлов. Вот здесь, видите, даже на картинке, мужчина подошёл, прям маг практически, да, он подошёл к этим воротам в пещере, и перед ним они как бы, вот они есть. Он там, наверное, он говорит, Сезам, откройся, не знаю, но этот туз всегда возможность, всегда информация, всегда новость, всегда дверь, которая возникает перед нами. Ну, чтобы её открыть, надо, во-первых, усилия приложить, надо что-то делать, надо действовать. Туз нас всегда как бы толкает на какие-то действия. Но что за дверью той троечкой Пентакли, рост доходов, возможно, заключение, то есть у вас будет возможность даже повысить свои доходы, особенно для тех, кто бизнес ведёт, в апреле. Потому что тройка Пентакли, то есть то, что кроется за той дверью, что это у нас и удачно заключённые договора, какие-то выгодные сделки, приносящие нам прибыль, и прибыли, увеличение прибыли за счёт грамотного, и вложения средств, и распределения, ну, то есть вот такого грамотного распределения ресурсов и средств, организации какого-то процесса, ну, чтобы это было, ну, приносило максимальную прибыль. Карты великолепные, то есть у вас есть возможность повысить свои доходы. Дом, семья, страшный суд и отшельник. Ну, если вот упростить всё и что, не драматизировать, то может, конечно, быть, во-первых, какая-то разлука. Она может быть временной, но в апреле как бы всё равно, вот, а может быть, отъезд этого человека. Может быть, человек едет вообще по работе, по делам, но достаточно надолго. Может быть, вас это как-то, не знаю, волнует. Вы переживаете по этому поводу, потому что суд – карта такая, как кризисная, как заставляющая нас, ну, всподриться, я не знаю, глаза открыть, что-то переосмыслить, может быть, даже где-то волноваться. Отъезд чей-то, собственный какой-то переезд, какие-то могут быть… Суд всегда изменения, перемены, всегда перемены или переосмысления. Иногда это кризис, но для того, чтобы мы что-то увидели, переосмыслили, осознали это как-то. Но связано это, может быть, с отшельником или с чьим-то отказом от чего-то, потому что отшельнику, он говорит, не надо, вот она ему там какие-то блага. Отшельник – человек либо в возрасте, либо человек несемейный. Может быть, кто-то просто из… Может быть, вы, может быть, кто-то из ваших родственников в этом месяце, например, не трогайте меня, мне надо, неважно, там, работать, мне надо подумать, или я себя неважно чувствую, или что-то в этом духе. Вот как бы человек выпадает из семейного процесса. А по этим картам между супругами может быть охлаждение какое-то, потому что у человека, у кого-то идёт какой-то вот, ну да, процесс переосмысления, обдумывания чего-то, а надо ли мне это, ощущение, что как-то мы друг друга не понимаем, собственные какие-то мысли могут человека одолевать. Просто настроение может быть такое, что не подходите ко мне, всё, не трогайте меня, может сказать этот отшельник. Да, ну вот такие могут быть вещи, да. Если вы, например, у вас такое состояние, что вплоть до того, что уже, даже не знаю, может разводиться надо, да, вот по суду, мысли такие бродить будут, главное не наломать дров, не напортачить и не сделать ничего в суете. Потому что что-то бы сделать, лишь бы сделать. Вот она в антисовете стоит. Быстро-быстро-быстро в панике наделали каких-то ошибок. Возьмите себя в руки, наберитесь терпения, если такое решение даже зрело давно, то всё равно к таким вещам надо подходить серьёзно, спокойно, да, с уверенностью в себе и в правильности своего решения. Может быть, кто-то из родственников или друзей, или близких, или соседей переедет, съедет, да. Может быть, кто-то объявит о том, что он разводится, он, она, не важно. И не исключено, конечно, что какой-нибудь закостенелый бобыль, друг или родственник, вдруг объявит, что у него полностью меняет в корне свою жизнь и решил жениться. Ну тогда его надо, конечно, поддержать, с пониманием отнестись, проявить какую-то, ну не знаю, там, любовь, поддержку ему оказать, но не толкать его в спину. Давай, давай, быстрее, пока надумал, пока не передумал, срочно тебя женим. Не суетитесь, не торопитесь, всё. И его не торопите, или её. Потому что это, может быть, мужчина и женщина. Ну, будем надеяться на самое хорошее в этих картах. Здоровье. Восьмёрка Пентакли. Вообще, Восьмёрка Пентакли – карта хорошая, ровная, стабильная. Но Восьмёрка Пентакли говорит, в первую очередь, о хорошем, ровном здоровье и состоянии физическом для тех, кто заботится о себе. Кто занимается какими-то упражнениями, регулярность обязательно в этой карте, регулярность, это очень важно. Если не домогаете, если регулярно принимаете положенные препараты, или делаете то, что должно быть сделано, соблюдаете нормальный режим дня, который вам рекомендован. То есть, медикаменты, упражнения, диета. Причём она такая не зверская, она просто здоровая. То есть, здоровый образ жизни, забота о себе регулярно приносит, ну, дают такое вот состояние здоровья, покоя и уверенности. И всё без эксцессов, в общем, идёт. То есть, если вы захотите, а для людей знака рак, у кого есть лишний вес, причём он, знаете, не девчонкам, которые там как тростиночки и надумали себе лишний вес, а когда действительно есть лишний вес, и ножки отекают, спина болит, одежда сидит, всё не нравится, как всё, вот эти все складки вылазят, и так далее. Вот вам бы неплохо заняться собой, не издеваться собой в плане диеты, там, голодать, а вот именно здоровое питание, но регулярно, упражнения, но регулярно, пусть не сложные, может быть, грамотно под контролем какого-то инструктора, да. То есть, следить за собой. Надо следить за собой и любить себя, что очень важно. Причём не надо хвататься за всё и сразу. Все диеты мира, все упражнения мыслимые и немыслимые, а вот что-то одно, конкретное, но делать это постоянно. И обязательно говорить и напоминать себе о своей красоте, ценности и уникальности. Это очень важно. Вам нужна уверенность в себе. Вот. Совет с антисоветом. Ну, я уже сказала, суеты, паники и вот этого, что-то мне надо делать, потому что вот здесь очень хорошо показана вот эта вот карта. Восьмёрка жезлов, да. Потому что девушке вот этой вот, ну, вот эта вот. Девчонка, она ей говорит, ну, выбирай правильный ключ. И у той всё. У той прямо это, боже, что же выбрать, как же правильно, что же делать мне. То есть, у неё состояние такого вот, ну, как бы, тревоги, волнения, боязни, ошибиться, какой-то неуверенности в себе, паника, короче, у девчонки у этой, в голубом. Поэтому, чтобы не было паники, держим себя в руках, все свои страхи, ну, вот, нехорошие инстинкты, как вот, испугался, закричал, психанул, да, там, расстроился, напился. Я не знаю, вот такие всякие вещи, их надо в себе учиться усмирять, держать себя в руках. Но при этом любить себя, заботиться о своём здоровье, помнить о своей уникальности и красоте. И для себя каждый раз, каждый раз, каждый божий день, раки, вы должны подчёркивать свою и красоту, и уникальность, свои таланты. Не стесняться, не бояться, а прямо аж выпячивать. Пусть там чё, кто хочет, думает, думает, а вы должны укрепить себя в вере в то, что всё у вас замечательно. И у вас, и у ваших близких, которые вам дороги. То есть, что у вас всё хорошо, и вы прекрасны, и всё делаете правильно. Уверенность в себе, любовь к себе должны быть. Ну, я уже по поводу этой красной лилии, которая вам вышла, сказала, что следует избавиться от депрессии, лишнего веса и повысить самооценку. Ну, это всё в карте сила, вам, конечно же, говорят. Но про лишний вес, как бы, сила, просто карта здоровья, карта, вот этих нашего, хорошего, здорового инстинкта самосохранения, доверия, миру и вселенной, что нас создали, неважно, там, низенькой, очень высокой, худенькой, полненькой, там, любой, для чего-то, для этого разнообразия, чтобы мы все были разные, иначе бы мы ходили, как нарисованные роботы, все одинаковые такие, страшно, прям как-то, как фильм ужаса. Поэтому мы все разные. Надо себя полюбить, но, если совсем лишний вес, надо с этим бороться. Депрессия, не допускать, держать себя в руках, не раз, ну, то есть, депрессия, это плохое настроение, такое, начинает нас вот как бы прибивать, а по силе у нас желание не просто выжить, но еще и жить хорошо, быть здоровыми, красивыми, активными людьми. Вот что самое главное для вас, дорогие раки. Я вам искренне этого желаю, а также любви, процветания, благополучия, взять все возможные денежки, которые к вам идут, все заработать, все навести порядок, и чтобы все-все было у вас прекрасно. Удачи, пока!